Образование, здравоохранение и спорт. По мнению губернатора Кубани, три составляющие здорового края. За пять лет в регионе было построено более семи сотен спортивных объектов. Среди них крупные комплексы, малобюджетные залы и уличные воркауты, тренажерные площадки. Сейчас, согласно статистике, регулярно спортом занимаются чуть больше половины населения края. Согласно стратегии, через 10 лет их количество должно возрасти до 70%. Хотел бы очень, чтобы мы сегодня сохранили темпы строительства спортивных объектов. Вот с 2015 года, с 2015 года у нас в крае построено более 700 объектов. Так вот, не цифру нужно сохранить, динамику нужно сохранить. Динамику строительства спортивных объектов, неважно, еще раз подчеркиваю, больших, маленьких, средних, любых. Объекты, они должны строиться. Спорт должен быть пешей доступностью. Рядом пройти пешком, и ты можешь оказаться, неважно, либо на спортивной площадке, многофункциональной, либо в малобюджетном спортивном комплексе, плавательном бассейне. Вот это сегодня важно. В Анапе проведены проектно-изыскательские работы и подготовлена проектно-сметная документация на строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок в Красном и Суворово-Черкесском. В этом году планируется проектирование универсальных спортзалов в Анапе, Витязево и в Гастагаевской, а в 2022-м – спортзала в Анапской. Также в проект изменений в генплан Анапы включены 259 земельных участков для размещения объектов спорта – от воркаут-площадок до стадионов и дворца спорта. Месяц назад в посёлке Пятихатки на территории кадетской школы имени Николая Старшинова был открыт современный спорткомплекс, а прямо сейчас ведётся строительство центра единоборств в районе Новой Алексеевки. Как подчеркнул губернатор края, нужно наращивать темпы строительства спортивных объектов. Они должны быть доступны как для жителей города, так и сельских округов. По плану стратегии развития к 2030 году каждый район региона будет обеспечен спортивной инфраструктурой. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.